Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Четверг, шесть вечера. Хорошее настроение. Я надеюсь, что у вас, если оно и есть, то мы его только улучшим. Если что-то, знаете, не очень, то сейчас оно к вам вернется. У нас сегодня программа обещает быть просто волшебной. Меня зовут Роман Шахов. По моему внешнему виду вы понимаете, насколько я рад сегодняшним гостям. Итак, встречайте. Автор-исполнитель Александр Шевченко. Здравствуйте, друзья! Саша, привет! Здравствуйте! И Михаил Коняев. Да, привет! Миша, привет! Итак, ребята, как вы поживаете? Расскажите, пожалуйста. Мы давно вас не видели. Что интересного в жизни? Чем живете? Где поете? Рассказывайте. Ну, в принципе, у людей, живущих музыкой, самые главные события всегда ее и касаются. Вот и у нас с Михаилом, наверное, самое главное, это новые песни и ощущение того, что время не проходит даром, а ты идешь по нему, по его вектору. Именно так, как тебе бы этого хотелось. То есть какие-то программы, съемки или появление новых песен в эфире, это, конечно, очень важно. Но самое главное, что песни продолжают писаться, играться, и нас ждет страна, и мы пребываем туда, где накал ожидания особенно велик. Сегодня сюда. Скажи, пожалуйста, Саш, мы знаем твои хиты. Безусловно, хотелось бы сегодня их услышать. Что-то новенькое, вот ты говоришь, новые песни пишутся. Конечно. Покажешь ли? А почему хорошим людям не показать хороших песен? Спасибо. Друзья, если у вас есть вопросы, задавайте их Александру Шевченко. У нас в ВКонтакте страны.фм есть публикация, посвященная Сашиному визиту. Ну, а мы начинаем с первой песни. Поехали. Ну и уж первая песня. Уважаемая страна, в режиме акустического концерта мы с удовольствием споем песню, которая стала уже доброй визитной карточкой. Сколько не пою ее, практически как в первый раз. Улыбка все шире, а чувств все больше. Песня называется «Будет все, как ты захочешь, страна». Раз, два, три. Твоя любовь, как свежий ветер, Твои глаза, как полная луна, Твои слова, как песни на рассвете, Улыбка, как весна. Я стану парусом над морем, Стану птицей в час ночной. Я буду новым метеором, Лишь бы ты была со мной. Ты была со мной. Твои мечты, как сказки мне знакомы, Твои следы затейливая нить, Твои шаги легкие и невесомые, Их не остановить. Я буду палочкой волшебной, Буду рыбкой золотой. Я научусь летать по небу, Лишь бы ты была со мной. Ты была со мной. Я стану добрым великаном, Я стану сильным, как прибой. Я буду жутким ураганом, Лишь бы быть с тобой. Будет все, как ты захочешь, Будет мир у ног твоих. Будут ночи, дней короче, Только б нам хватало их. Будет все, как ты захочешь, Солнце, пальмы и цветы. Поверь мне, будет все, как ты захочешь, Только так, как хочешь ты. И про Америку сейчас. Я вновь Америку открою, Я изобрету велосипед, И если только будешь ты со мною, Вот и весь секрет. Будет все, как ты захочешь, Будет мир у ног твоих. Будут ночи, дней короче, Только б нам хватало их. Будет все, как ты захочешь, Солнце, пальмы и цветы. Поверь мне, будет все, как ты захочешь, Только так, как хочешь ты. Поверь мне, будет все, как ты захочешь, Будет мир у ног твоих. Будут ночи, дней короче, Только б нам хватало их. Поверь мне, будет все, как ты захочешь, Солнце, пальмы и цветы. Я знаю, будет все, как ты захочешь, Страна. Только так, как хочешь ты. Восемьдесят девять и девять. Ай, браво! Ну да, здрасте, 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 друзья. Ну теперь точно, поздоровались и здесь на восемьдесят девять и девять FM. В Москве, да. В Москве. Сто два FM в Питере, Саши, много нас, где можно смотреть и слушать. Не буду перечислять все, но как приятно. То, что вот сидишь, вот один на один, опять у нас квартирник такой. Квартирник. Да, а смотрит и слушает вся страна. Здорово. Скажи, пожалуйста, вот эта песня, мы ее знаем и любим много лет. Двадцать, да. Ты помнишь, при каких обстоятельствах она была написана? Вот покопайся в паре, расскажи. Люди, я помню эти обстоятельства, потому что это глубокий внутренний семейный конфликт. Нет драма, нет, никаким образом. Но как-то мы с моей второй половиной не сошлись во взглядах на вопросы, касающиеся семейного обустройства в одной отдельно взятой ячейке общества нашей семьи. Мы тогда снимали, помню, Хрущевку на последнем этаже. Москва, это Питер, где это? Москва, Москва. 97-й год, я уже был в Москве, я с 89-го судьба меня привела сюда. И, в общем, я сначала подумал, что я скажу ей, насколько она не права. Думаю, сейчас вот сяду и напишу, что... А ну послушай, дорогая. Но в итоге получилось вот, будет все, как ты захочешь. Будет мир у ног твоих, будут ночи дней короче. Только нам хватало их, будет все, как ты захочешь. Солнце, пальмы и цветы будет все, как ты захочешь. Только так, как хочешь. И в результате я к утру уже буквально быстро собрался. Песня сыплась с неба, нужно было просто отсекать все ненужное. И я уже, пока моя дрожайшая половина подчевала в дальней комнате нашей смежной хрущевки, я на кухне, так, сидя на полу, удобно было, в батарее опираешься, хорошо сидишь, написал произведение, оно помирило нас в этой легкой, недраматической ситуации. И вдруг стало, я даже не понимал, почему самой заглавной песней всех наших выступлений... Это ты не предполагал. Да, вообще даже не думал. И она не писалась как хит, она писалась по законам и внутри форм, которые, в принципе, не предполагают... Не хитовые, да? Популярная музыка, то есть сначала играются какие-то припевы, потом средние части бриджа, начинается все с одной мелодии. То есть пять мелодий до припева, и потом все споются, все куплеты спелись, соединительные частики, мостики, бриджики вот эти спелись, и потом пошли припевы один за одним, и только сольная часть тоже в другой гармонии разбивает эту... В общем, не пишется так популярная музыка. Песня длится пять минут на оригинальной записи, при том, что формат наш музыкальный... Ну, покороче, да. Да, три с половиной, ну, так, чуть-чуть, может, длиннее. И песню так и не режут на станциях, она является одним из самых ротируемых номеров за всю историю российской музыки. Удивительно. Вот она, исключение из правил, правила подтверждающие. За эту песню тебе огромное спасибо, дорогие творческие люди. Если женщина не права, попросите у нее прощения, а еще лучше напишите после этого вот такую вот чудесную песню. Ну, абсолютно. То есть я ничего нового не изобрел. Все уже было сказано, я подсознательно следовал данному. Саша, вот люди твоего склада, люди, которым песни снисходят, кто как, кто ночью сидит, сочиняет, да, кто в дороге, может быть, у тебя как чаще всего это происходит? Может быть, раньше было по-другому, сейчас как-то отличается? То есть, наверное, большинство песен пишется ночами, потому что вибраций меньше всех, шумов, шумов как энергетических, так и просто телефонных, городских. Все затихает, и можно слушать себя в очень точных каких-то вибрациях. Были песни, которые писались днем. В основном все песни пишутся под гитару. Я знаю пару песен, которые я написал под фрикопиано. У нас сейчас следующая песня. Расскажи, какая она будет. Ну, хорошо. Песня, которая будет сейчас, называется «Подумать о тебе». Люблю эту песню. Знаете, вот есть песни, которые, они даже написались, но как-то вошли в руки, их очень нравится играть. Вот эта песня, которую я люблю излагать на инструменте, не меньше, чем делиться той мыслью, которая лежит в основе лирики. Подумать о тебе. Как трудно уложить любое слово и заново весь мир нарисовать. Чуть-чуть волшебства, чтоб услышать, едва-едва сердце проснулось. Из тысячи причин найти окну, чтоб календарь назад перелеснул. Да в этом ли суть я пытался тебя вернуть? Ты не вернулась. Я так мечтал уснуть на пять минут. Я думал, пять минут тебя вернуть. Бывает же так заблудился в своих мечтах, а все и случилось. Но сколько раз закат менял рассвет, не знаю, только сна в помине нет. Да что говорить, я пытался тебя забыть. Ты не забылась подумать о тебе, закрыть глаза и все понимать, подумать о тебе. И не сойти с ума, не ждать твоих шагов, ни слов твоих, ни даже письма. Подумать о тебе и не сойти с ума, когда весь мир из мелочей, когда ни дней и ни ночей. И все так сложно сплетено, и по-другому лучше б но. Все решено уже давно, и остается лишь одно. Подумать только, подумать о тебе, закрыть глаза и все понимать, подумать о тебе и не сойти с ума. Подумать о тебе и не сойти с ума, подумать. Подумать только, подумать о тебе и не сойти с ума, и не сойти. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». Напомню, что сегодня у нас в гостях Александр Шевченко. Не благодарите, для нас это тоже огромнейший праздник. Смотрите с удовольствием. И свои вопросы можно оставлять вконтакте телерадиоканала «Страна ФМ». Саш, 17-й год для нас, для меломанов, ознаменовался тем, что в январе вышел твой клип. Время. Да. Но время-то идет, Саш. Клип шикарный. Сейчас уже сентябрь. Расскажи, пожалуйста, что у нас еще по клипам. Мы как телерадиоканал, конечно, ты понимаешь, заинтересованы. Да, расскажи. Понимаю. Вы один из немногих действительно телерадиоканалов. Мы единственный телерадиоканал, мы единственный вообще, чтобы и телевизор, чтобы и радио в одном флаконе. В одном флаконе. Да. Мы первый и единственный. Круто. Это здорово. Мы будем снимать нововиде на песню, которая, в принципе, имеет полное отношение к тому, что происходит у нас сегодня здесь. Так. Песня называется «Если бы на свете не писали песни». Я скажу, что можно было рассказывать о сюжете песни, но это глупо, когда в песне сюжет прописан, и мне его так или иначе придется спеть. Но история там довольно-таки проста и при этом трогательна и правдива, как и в большинстве песен, которые я сочиняю. Еще что по клипам. Я скажу, что как-то мы так подумали, что нам нужно снимать практически все, что поем. Такое время наступило, что если песню невозможно обнаружить в Ютьюбе или где-нибудь, чтобы она была запечатлена в любом формате, карманного видео, квартирного видео, легкоконцертного или даже клипового, то считай, произведение как не существует. Вот хоть тресни. Приходится это делать. Наверное, вкладывать большие бюджеты в съемку видео сейчас, не являясь той частью эстрады, которая гламурно, блестяще. То есть ты считаешь, что только такая эстрада достойна клипов? Нет, я считаю, что просто видео, которые сейчас в большинстве своем делаются в нашем первом дивизионе музыкальном, я их уважаю как работу, как освоение бюджетов. Я не всегда согласен с художественными ценностями, которые лежат в основе этих видео. Мне приятно видеть обнаженных девушек, танцующих, прекрасно ругающихся матом молодых людей, потому что это здорово. Все были такими, возможно, да? Да, но как-то мне ближе музыкальные видео, внутри которых есть сюжетная линия, которая чем-то меня задевает. Эти маленькие фильмы. Вот Михаил у нас прекрасно снимает маленькие фильмы. И вот я скажу, у нас есть такая штука, вот если вы посмотрите, друзья мои, зайдете вот на YouTube и наберите вот песню, которая называется «Зарастает шея волосами». И вы там увидите Михаила с песней, вот он снимает кино. Михаил у нас вообще-то он актер, закончивший Щукинское училище, плюс еще Гнездин. В нашем коллективе это, я говорю, человек с двумя высшими образованиями, он мне все время говорит, Сан Саныч, ну не торопись ты, все будет хорошо. И я вот твердо вот как-то мы с ним в паре, я импульсивный, болтающий, а Михаил так тихо смотрящий и разумеющий, что должно происходить в нашем коллективе. Я поддерживаю его мнение, не суючусь, спокойно снимаю. А, наверное, ближайший ролик, который будет сниматься, вот Михаил будет режиссером, он сам расскажет, как и что должно быть. Все, Миша, значит, мы понимаем видео-жизнь Шевченко в надежных руках. В надежных руках, да. А я еще говорю, что у нас с Сан Санычем, у нас же он Александр Шевченко, а я группа Дежавю, поэтому я за нескольких человек приходится отдуваться. Человек и коллектив. Да, и коллектив, конечно, это я. Хорошо, итак, Александр Шевченко и группа Дежавю на стране ФМ продолжают концертный зал. Ну, тогда давайте я спою песню, которую вот... Которая ждет своего видео-воплощения. То есть, Мишень, давай мы еще в лайт-версии такой сыграем. Сколько мы с тобою прошагали, дальних неизведанных дорог. И если где-то песни прозвучают, ты уже не одинок. Даже за рулем и за штурвал, в море, небесах и на земле, Мы всегда чего-то напеваем, чтобы стало чуть светлей. Чтобы стало чуть светлей. А в голове летает мысль совсем простая и кружит во мне, как снег среди зимы. Если бы на свете не писали песен, но вряд ли были вместе мы. Я, конечно, тайны не открою. Жизнью все доказано давно. То, что мы увидели с тобой, было небом решено. И вниз сорвалась белая лавина и песни незнакомая строка. Ты моя вторая половина. Знаю я наверняка, ну знаю я наверняка. А в голове летает мысль совсем простая и кружит во мне, как снег среди зимы. Если бы на свете не писали песен, но вряд ли были вместе мы. Добрая, простая, нужная, живая музыка спешит, чтоб нас соединить. Если бы на свете песен не писали, но как-то могли бы вместе быть. Вот бы словно птицам научиться правильно друг друга понимать. А в голове летает мысль совсем простая и кружит во мне, как снег среди зимы. Для чего на свете песни сочиняют, да чтобы были вместе мы. А в голове летает мысль совсем простая и кружит во мне, как снег среди зимы. Для чего на свете песни сочиняют, да чтобы были вместе мы. Чтобы были вместе мы Чтобы были вместе мы Вообще-то я даже не представляю Вот не было бы песен Ну разве мы бы здесь сидели С всей страной Если есть какой-то вопрос жизненный Слушаешь Шевченко в песне находишь ответ Есть такое Это я тебе скажу просто как слушатель песен Александр Шевченко Мы сделаем небольшую паузу друзья После чего продолжим Оставайтесь в компании страны ФМ Студия 89,9 Концертный зал В нашем концертном зале сегодня 12 струнные части Пришел Александр Шевченко В компании Михаила Коняева И мы слушаем замечательные Уже известные хитовые легендарные песни Абсолютно новые шедевры Которым мы желаем большого музыкального пути Саш Приходила к нам Полина Новикова Из команды летать И рассказывала что для нее Александр Шевченко Просто великий человек Расскажи как вы познакомились В чем сотрудничаете И продолжится ли ваша работа Поделюсь Есть в нашей стране удивительный человек Зовут его Александр Пономарев Он же Хип Это продюсер Который сделал Группы Сплин Би-2 Мы познакомились с ним Когда он был Менеджером группы Наутилус Пампилюс Это был еще 89 И тут Санька Скал Саш Твой извечный тезис Что рок-н-ролл жив Подтверждается Потому что Поверь моему Внутреннему Опытному взгляду Есть подрастающее поколение Которое Пытается этим рок-н-роллом Жить и думать Он показал мне Несколько записей Коллектива Где девушка Довольно нервно Пела мысли Которые мне понравились То есть Несколько мыслей Цепануло Особенно произведение Там где тебя нет Как сейчас помню Клип роскошный получился Да И Он говорит Сань Можешь подставить плечо Вот В том чтобы Я говорю Им не нужно писать песни У них уже там Все пишется А ты продюсер Я-то зачем Он говорит Нужен Саня Специально для Полины Новиковой Нужен человек Который в принципе Поточнее Объяснит ей Что такое рок-н-ролл И как с ним жить Чтобы не сгореть В общем Нужен был Грув-гуру То есть такой Полит-рок немножко От рок-н-ролла Да Совершенно верно Грув-гуру Как меня назвали И мы начали заниматься тем Чем я занимался Долгие-долгие годы Во многих коллективах С которыми работал Мы Учились жить в ритме Как сказал Гребенчиков Я устал быть послом Рок-н-ролла В неритмичной стране В неритмичной стране Совершенно верно Мы просто Всем коллективом Взяли в руки Барабанные палочки И начали слушать музыку Отбивая То сильную То слабую долю Меняя попеременно Размеры На которые слушаем Музыканты меня поймут И скажут Наверное это дурость Сань Зачем гитаристу С палочкой Стоять два часа Сказал Извините что долго шел Потому что Роман Точно понимает О чем я говорю Совершенно верно Когда Даже если там Чуть-чуть Колыхнулся ритм А вокруг него Возникает Энергия И пространство Которое Очень точно заполняется Каждая клеточка Тела знает Как звучит И пульсирует Этот ритм Определяет Те доли Ударные Неударные В которых нужно жить От этого Сплетается И мы смотрим На чернокожих Наших товарищей Танцующих Мы не понимаем Как это происходит Вот я постарался С группой летать Позаниматься Именно тем Что Мне особенно нравится Помимо мысликов В первую очередь Спасибо что Люди думают Как придумывают Просто чтобы В этом Был тот самый Дух рок-н-ролла Прикорневой От которого он вырос Вот мы Подышали И похоже не зря В стране появляется Еще один замечательный Коллектив Дай им Бог Мысли и здоровья Желаем им Высокого и долгого полета Абсолютно так Ну а сейчас у нас Следующий музыкальный номер Что это будет За произведение Саша Это будет абсолютно Я бы сказал Гитарно-бардовское Произведение Но при этом Мы записали его В полной версии Как Такую Буги Буги-пездню А называется она Очень просто Когда серьезные Мужчины Улыбаются У всех моих друзей Есть разные Причины И куча важных дел Заверт Дорогу их Ведь все мои друзья Серьезные Мужчины И небо Я прошу Храни Друзей моих Ведь все мои друзья Серьезные Мужчины И небо Я прошу Храни Друзей моих У всех моих друзей Есть праздники И путь Нелегкая судьба И разные пути Но друг для друга Мы давно Родные люди Улыбок наших встреч Светлее Не найти И это На планете Всех касается Мне так приятно Это говорить Когда серьезные Мужчины Улыбаются Так хочется Судьбу Благодарить Для всех моих друзей Любовь Не просто слово Вообще Друзья мои Так бережны Слова Но в трудный час Плечо Поставить все готовы За это я скажу Друзья Спасибо вам Но парусы Плечо Поставить все готовы За это я скажу Друзья Спасибо вам Нам каждый день С утра Друг к другу Удивляться С отчизной Пополам Судьбу свою Улить Сегодня Как вчера И дай нам Бог Чтоб братцы Не затупить Пера И сердцем Не остыть И это На планете Всех касается Мне так приятно Это говорить Когда серьезные Мужчины Улыбаются Нам есть За что Судьбу Благодарить Да это На планете Всех Касается Нам есть За что Судьбу Благодарить Когда серьезные Мужчины Улыбаются И могут Несерьезно Говорить Пускай Серьезные Мужчины Улыбаются И могут Несерьезно Говорить Жизнь на планете Становится гармоничнее От его песен Браво Александр Шевченко Сегодня в гостях у телерадиоканала Страна ФМ Песня Которая может звучать В больших концертных залах На квартирниках И Конечно друзья Например у костра Да легко Саша Знаю что ты обожаешь Путешествия Рыбалку Не так давно было лето Рассказывай Хвались где был Что ловил Какие результаты Ну вот только что мы Не так давно С Михаилом вернулись С удивительной Рыбалкой Может вы расскажете Что-нибудь людям Ну как рассказывать Как мы на бомбарду Жериха ловили Что Поподробнее Вы знаете Есть удивительная Рыба Которая Когда-то У Сабанеева Называлась Шерешпер Шерешпер Жизнь и ловля Пресловодных рыб Это в этой книжке Да Леонид Павлович Сабанеев Ну конок тоже не читал Старика Сабанеев И вот Шерешпер Нынче На центральной Волге Ловят На удивительное Представление Ну назовем По-разному Мы можем назвать Это бомбардой Ну вообще такая Бомбилка Большой-большой Чупа-чуп С тяжелой И там От него Большой поводок И на нем Два крючка Надетыми на него Кембриками Для электрических Кобелей Смешно Пластиковые трубочки Да-да-да Совершенно верно И вот так Забрасываешь его Бомбарда Она тяжелая Летит метров на 100 Как булава Получается Да Совершенно верно И смотришь Вдруг посреди Волги Чайки начинают Кружиться Кружиться Это значит Кто-то выгоняет Мелкую рыбку На поверхность Значит охотится За этой мелкой рыбкой Большой Страшный шелешпер Тут-то Михаил Я так гляну Говорю Михаил Сил-то у вас Побольше нынче Киньте-ка Бомбарду Вот туда Мишаню Блаз Бомбарду А дальше Что поймалось Можно смотреть В фейсбуке Загляните К Михаилу Коняеву На фейсбук И увидите там Огромного шелешпера Вот таких вот размеров Он Я даже видео снял Богу Друзья Если хотите Выложу Заходите То есть мы с Мишкой Действительно рыбаки И пытаемся ловить везде Я был за это время Уже За полярным кругом Слетал И Мишаня был За полярным кругом Но У него было В тот момент Мы В разных коллективах Поехали Он поехал Как группа Дежавю Я отдельно С зодчими Поехали А с зодчими Мы были в Тюмени И в Тюмени Я ловил щуку В этом году Щуку модно ловить Да Стрелка Тобола И Иртыша Я даже Придумал песню Про то что Енисей И Лена Текут параллельно А Иртыш С Тоболом Сходится Колом И там Как раз Клев был Замечательный Но Скажу что Это лето Не прошло для нас Бесследно Да На островах Где мы были с Михаилом Удивительный остров Посреди Между Тольятти И Самарой Там все лечится Я приехал Что-то Нога Перегрузил Болела сильно Мне сказали Встанем в Волгу И постой Хотя бы минут 20 Ну я думаю Может прохладно Может Нет Встал Постоял Вылез из Волги И через какое-то время Я понял Нога не болит Вот Когда придешь Место силы Место силы Там мне рассказывают огромное количество историй Про какие-то НЛО И всякие Не очень понятные человеческому сознанию События Свершающиеся Там я разговаривал с очевидцами Это в районе Тольятти Да И поэтому Друзья мои Мы удивительно провели Лето Было много Рыбы Много рассказов Удивительные энергии Был алкоголь Да И там на Волге Он воспринимался Как вполне Естественно Пьянило больше Ощущение Вот этого Воздуха И пространства Ты там записываешь Или просто потом приезжаешь И уже Все что Сублимировалось там Ну какие-то мысли Там я больше импровизирую Вот то есть Понятно людям Друзья мои Всем хочется Санька там Ну спой каких-то известных песен А потом заканчивается все Саня А спой Об этом И тогда вот начинается То самое О чем сейчас споем О чем сейчас споем О времени споем Мы сейчас Угу О самом главном Субтитры По глазам И пусть Больше нет Ничего Есть одно Беспощадное время Я без боя Его Не отдам Время Это все Что я имею Это все Что я имею Я проведу Его с тобой Ты знаешь Время Это все Что я имею Это все Что я имею Я проведу Его с тобой С тобой Мне так хочется Быть невесомым Простым И понятным Растворяясь В бездонном Величии С оплаканных Глаз Дурак Я опять Не заметил Какое Красивое Платье Для меня Ты надела Сейчас Прости Но если Время Это все Что я имею Это все Что я имею Я проведу Его с тобой Ты знаешь Время Это все Что я имею Все мое Что я имею Я проведу Его с тобой Стопай Мне всегда так везет, но и этого не замечаю Постоян желание двигаться только вперед А ты мне сказала, когда мы не вместе Ты очень скучаешь, только все понимаешь И вот у нас есть время Пусть это все, что я имею Да, это все, что я имею Я проведу его с тобой Ты знаешь время Это все, что я имею Все мое, что я имею Я проведу его с тобой С тобой С тобой С тобой С тобой С тобой Друзья, время нашей жизни Ну-ка расскажи об этом, что это, где был Зеленый вертолет Ми-8, по-моему, да Да нет, это был Военно-американский вертолет, но Правда, этим летом так получилось Я летал на Ми-8, но На Ми-8 мы летали из Мурманска В сторону речки под названием Поной В 60-ти километрах от выхода Северный Ледовитый океан А на таком вот зелененьком вертолете Это мы перелетали с острова Ибица На остров Майорка Как-то подумали, что вертолетом будет быстрее И можно было на лодке Без весел Там с мотором Но решили полететь вертолетом Положение позволяло Да и я подумал Пускай ребенок посмотрит на этот мир С высоты птичьего полета Но не самолетный Потому что Слишком высоко, наверное Ну, вертолете интереснее Зависать можно И, в общем, мы взяли вертолет и полетели И всем понравилось Мы, во-первых, медленно взлетали Небыстро садились И красоты-прекрасоты Ребенок чем занимается? Расскажите Ребенок занимается Вообще мы с Михаилом Как-то вот На последние 7 лет вместе работаем Дети растут удивительно быстро Моя уже Третий курс в ГИКа И факультет Вот то, что раньше называлось киноведение Ну, даже нет Не киноведение это называлось Это Господи Продюсерский он сейчас называется А раньше Те, которые Кинопроизводство, конечно же То есть Я знал, что она прилично Пишет стихи Очень Крепенько Крепенько там Для 16 годочков Писала прозу И вдруг ребенок говорит, что Пав, значит Я пойду на Продюсерский Да, я увидел, как выглядит Золотая медалька Там 100 баллов по литературе У ребенка Я за всю жизнь У нас была такая Присмешка В семье Потому что я приходил Так Подожди, но у тебя же в семье Был преподаватель Если я ничего не путаю И ты сам Да, я сам преподаватель И мама ее преподаватель Ну что, так мы не видели Таких медалей У меня, знаешь, сколько Трое было А тут она Я все Говорю Дневник покажи Она говорит Пап, это даже уже не смешно Веришь Ты не смотрел его ни разу Зачем И я так и не смотрел Пришел Дали медаль Я поаплодировал Маме дали грамоту Что вот родители И тут она После первого курса В ГИК Куда поступила На бюджет Там мест немного Восемь или сколько было Говорит Пап, я, ты знаешь Наверное, переведусь на заочное Я говорю С какого-то Рожная дочь Она говорит Прислушайтесь, люди И те, кто преподает Особенно не на кого ходить Как-то, понимаешь Это и на заочном возьмем А так хотя бы Есть возможность Заниматься этим самым Кино И тем, тем хочется Потому что Я в первом курсе Пропустил всего лишь Две пары Нет ни одной четверки Время жалко Время жалко Время это все, что я имею Да Миша мне рассказывает Миша, а ваша дочь Между прочим Тоже учудила я Тоже она учудила Миша, расскажи Ей 17-й годок Вот сейчас пошел Она неожиданно Для всех Для всей семьи А семья у нас Ну вот я на гитаре играю А мама балерина А мама балерина Ну такая вот Творческая семья Да, такие бывают Семьи, да А ребенок взял Неожиданно И после девятого класса В десятый класс Из школы Пошла в лицей Научно-исследовательского Университета Высшая школа Экономики Сама И у нее сейчас путь Либо там Государственные управления Либо Международные То есть у вас будет Свой человек Нормальный Хоть один нормальный Человек Будет Семья Вот Хоть кто-то Вот помнишь Ребенка А я постоянно помню Его Машечку Марусечку Она у меня то на танцах То в музыкальной школе То английский То танцы То музыкальная школа Слушайте, может надоело Вот просто за все детство Может мы уже Всем своим этим Перекормили Перекормили их И дети идут То есть там Производство Экономика Может в консерватории Что-то не так Ну может консерватор Подправить Что-нибудь Пожелаем Пожелаем девчонкам удачи Хотя Что касается Время Оно уже летит И Саш Расскажи еще О том Что Ты же стал Дедушкой Ну да Я стал Люди Это так быстро Я вот честно Говорят Я даже Не люблю говорить Что я стал дедушкой Как Мой друг Виктор Третьяков Такой замечательный Барк Видите, большущий привет Он сейчас, скорее всего Нашей компанией Да Я У меня у сына Родился ребенок Хочется говорить Мне А не то, что я стал дедушкой Это просто в соцсетях У тебя так написано Ну да Ну вот Так получилось Что Это замечательный Мой старший Сын Он сказал, что Папа Настал От тебя время Ощутить на себе Все прелести Вот этого Дедовства Дедовщины Ну я Очень скромный Не вмешивающий Ни во что Дед Пытающийся помогать Материально И редко советами Вот и все Можешь еще Читать сказки И петь песни Это будет волшебно А я с внуком Даже когда он еще Не начинал Разговаривать Я общался С ним по телефону Сын Ставил перед ним Гаджет И я Тихо И Как Вербальное Сугествие Говорил Здравствуй Мучик Это дедушка Сегодня Я расскажу тебе Про телевизион Ай, браво То есть Они оставляли телефон Могли хотя бы 10 минут Он не очень спокойный Мрос И он Фуфу Все это Я рассказывал Все, дед Хватит Завязывай Все Спит Классно Слушай Здоровье Счастье Пусть растет большим Сильным Талантливым А сейчас Песня Песня Ну давайте Про любовь Споем Я не могу Объяснить Силу Цветильниц И пение Птиц Снег К окружению Уснувшую Листву Взвет мой Я падаю Вниз И отпускаю Крустальную Нить Благословляя Высь И небо Синевое Смотри Я падаю В любовь Вместе С тобой Бездумно Бездумно Падаю В любовь Вместе С тобой И постигаю Высоту Тень Ото дня Ото дня И твоя Любовь Хранит Меня Тади-та-ти-да 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 Я закрываю Я закрываю глаза Ветер играет зеленой травой Я понимаю дождь Как музыку без слов Я узнаю Я узнаю голоса Добрых волшебников И мастеров Делаю только шаг И больше нет Шагов Как птица Падаю В любовь Вместе с тобой Бездумно Поддаю В любовь Вместе с тобой Я тайну эту Сберегу Веру Ухраня Что твоя Любовь Спасет Меня И страха нет Пред Небесомостью Я лишь Мгновением Живу И в мире Нет Волшебней Повести Мой Сберегу Где я Во сне Наяву Как сказку Падаю В любовь Вместе с тобой Бездумно Поддаю В любовь Вместе с тобой Я тайну Эту Сберегу Веру Вер Храня Что твоя Любовь Спасет Меня Пусть Твоя Любовь Спасет Любовь Хранит Всех Нас Наяву На этой земле Выжище И светлее Этого Говорю я каждый раз Все равно Ничего Не придумано Спасибо всем 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 кто служит И смотрит нас сегодня Будьте счастливы Я Совет Студия 89 и 9 Концертный Зал Дорогие друзья Александр Шевченко у нас сегодня в гостях Мы слушаем потрясающие чувственные песни Саш Как у творческого человека Ну у тебя космос просто Внутри это Это мы знаем За это мы тебя обожаем Но Насколько сложно вот Будучи таким человеком Который остро чувствует все что происходит вокруг Соприкасаться с этим миром Ну тут какие-то бытовые вопросы Понимаешь Банально погода Как Надо ли отращивать какую-то скорлупку Творческому человеку Чтобы сохранять вот это вот внутри себя солнышко Как ты поступаешь Ну у меня То есть Если связываться с таким Гороскопическим понятием Ну раки Я все время прячусь в скорлупу какую-то В раковине Друзья уже Не Не обижаются Если я вдруг Раз и спрятался Закрылся Миша говорит Саныч Ты там живой Ну И я не знаю Что заставляет порой меня Уходить внутрь себя Природа Погода Но Порой Это такая вот Интровертность Такая Она Составляет Спрятавшись от мира Погрузиться Внутрь себя И искать там ответы на вопросы Отбыто Да не спрячься отбыто Я так же как все Хожу В магазины На рынки И встречаю там Александра Збруева Там И он тоже Народный артист В районе Тверской Правильно Да Заходит в магазин Покупает молоко И Можно улыбнуться Наверное есть Такой статус уже У артиста Когда ему самому Вроде в магазин Ну как-то Замучают автографами Я вам скажу что Меня не мучают автографами Если Узнают люди И улыбаются Уже Настало то время Когда у нас Могут Узнав человека Просто ему улыбнуться И не бросаться на него Там А вот можно Да А если можно То и можно Ну и сфотографировать А можно приобняться Но приобнимитесь Если что-то так нужно Но в данном случае У нас В нашем Тандеме с Михаилом Он в группе Дежавю и я Как-то самое главное То что какую песню Мы не заиграем А их знают люди И тогда тебе кажется Что Звездные статусы Вот это вот Прекрасное У нас в общем Эта Шелуха По золотой популярности Давно уже обернулась Золотом славы И слава Это правда И слава принадлежит Тем творениям Которые живут Благодаря И песни твои стали народными Да Благодаря тому что Ну так получилось и все И если бы Меня узнавали Больше Вот Как кого-нибудь из моих Телевизионных Коллег с прекрасных Дециметровых каналов И так узнают Все узнают А потом скажут А напойте Две песни Этого человека Или Одну Или полторы Или пять Скажут Ну не знаю Я по телевизору Я видел Хороший Симпатичный Поэтому Я вижу как стремительно заканчивается У нас еще есть Возможность послушать Одну песню Потом мы чуть-чуть поговорим Хорошо Хорошо Что это за песня Ну давайте я спою песню Золото славы Который Шагнуло Дальше моего лица Ту самую Ну по крайней мере Мы с Мишей сыграем песню Которая когда-то помогла стать Очень любимой И популярной Юной Тогда еще совершенно Алсу А потом помогла Обрести свое место На рок сцене Группы Биллис Бэнд От лица автора Ее можно слышать только На наших концертах И сегодня Вечер Вечер будет Не исключением Друзья мои От лица автора От мужского лица Песня Которая Любима мной Надеюсь вами Раз Два Три Четыре Звезды Поднимаются Выше Свет Уже Не сводит С ума Если Ты ко мне Не 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 Значит Наступила Зима Небо Загрустив Наклонись В сумерки Укутав Тома Больше Небо Ничего Не Случилось Просто Наступила Зима В тот День Когда Ты мне Приснил Ты Все Придумала Сама На землю Тихо Опустилась Зима Зима Ты Для меня Не Погасила Свет В одиноком В окне Как жаль Что Это Все Приснилось Мне В сны Мои Луна Окунулась В сны Ветер Превратила В туман Если Ты Ко мне Не Вернулась Значит Наступила Зима Может Может Помешали Метели Может Предрассветный Амаль А помни Мы с тобою Хотели Чтобы Наступила Зима В тот День Когда Ты мне Приснил Ты Все Придумала Сама На землю На землю Тихо Опустилась Зима 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 Ты Для меня Не Погасила Цвет В одиноком В окне Как Жаль Что Это Все Приснилось Мне Голос Тихий Таинственный Где Ты Милый Единственный Сон Мой Та Там Белую Белую Снежную Стану Самою Нежную Сон Мой Ты Дур Теперь страна Можно В тот День Когда Ты Мне Приноси Ты Придумала Сама на землю тихо опустилась Зима, зима, зима Ведь для меня непогасима Свет в одиноком окне Как жаль, что это все приснилось мне Прекрасное время Осень Пускай все у всех будет так, как им того хочется Счастья вам, люди Александр Шевченко, программа «Концертный зал» Саш, я желаю тебе чудесной осени Кстати, любишь время? Насколько оно для тебя? Люблю сильно-сильно осень Что нам еще ждать, кроме клипа? Похвастайся Ребят, слушайте новые песни Я их буду... Роман, обещаю, буду делиться Спасибо От осени Ждите от осени белых грибов Я вот съезжу, пособираю на выходных Ждите клево хищной рыбы Она сейчас будет... Особенно активна Особенно активна, конечно Концертов Александра Шевченко мы ждем Да, конечно И смотрим на сайте Александра Шевченко Ну, конечно, друзья Я просто... Вот ты говоришь Сань, да рекламируй, если хочешь сказать Про что-то хорошее Люди Я выступаю Да, все Это хорошо Он выступает Александр Шевченко в концертном зале Страна ФМ Спасибо Спасибо, ребята До новых встреч Пока